Актуальная тема Жители поселка военного городка Звездный, они замерзают. На улице холод, минус 30, а у них в квартирах от плюс 11 до 15 градусов. Скажите, вообще поступают ли к вам жалобы от жителей Улан-Удэ, окраин города, не знаю, с такими же проблемами? Вообще, как обстоят дела с отопительным сезоном у нас? Ну да, у нас примерно с четверга на четверг-пятница было большое количество жалоб. В городе Улан-Удэ это было 78 жалоб. Это связано с похолоданием, да? Да, связано с резким похолоданием. Это обращения через 05-ю службу были записаны. Понятно, что было принято срочные меры по поводу повышения температуры теплоносителя. У нас в то время температура теплоносителя соответствовала 80 градусов на выходе с наших ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По температурному графику данная температура должна была соответствовать 90 градусов. Поэтому в течение буквально 6 часов у нас тепловые сети не могут резко принять такую температуру, так как это резкое удлинение и может быть большое количество аварий. Связано с тем, что металл при нагревании растягивается и все компенсационные узлы должны медленно принимать температуру. Поэтому в течение 6 часов до конца дня пятница была повышенная температура до 90 градусов. Затем мы приняли решение уже в понедельник о повышении температуры до 96 градусов. То есть еще, так как устойчивые отрицательные температуры, во многих домах у нас действительно проблемы. Дома немного остыли за эти два дня при низких температурах и необходимый комфорт жителям вернуть. Но количество жалоб за выходные снизилось примерно на 50%. Сейчас я буквально специально ехал к вам на передачу, специально зная тему, еще раз запросил диспетчеров у Лондонского энергетического комплекса пояснить, как ситуация, обращаются ли люди жалобы конкретно к ним. Существуют еще локальные жалобы, это по Октябрьскому району, частично по ЖД, но у нас по Октябрьскому району немного больше, так как система там более протяженностью более протяженная. И в основном это не температурный режим теплоносителя, а гидравлический режим в каждом доме. Вот эта проблема существует, и даже вы про звездный городок упомянули. Мы недавно ездили к военным, смотрели, там были жалобы по поводу невысоких температур в квартирах, до 17 градусов температура упала. По нормативам у нас в комнатах должно быть не менее 18-20 градусов, а в обыкновенных, а еще есть угловые, такое понятие, они у нас в меньшей степени обогреваются, в большей степени остывают, там 20-22 градуса. Угловые это что? А, это дома. Да, в углу дома находятся, которые, да, и если мы за счет тепла других квартир, допустим, можем, по крайней мере, поддержать температуру, то здесь поэтому и требования более высокие такие, на несколько градусов. Вот эти данные, значит, квартиры были, при этом, кстати, значит, на самой котельной мы проверили, да, температура была согласна графику. Поэтому это говорит о том, что здесь необходимо обращаться в управляющие компании, которые обслуживают дома, и заниматься уже гидравильным, как внутри дома, перераспределением тепла. Как правило, бывает, что в одном подъезде жители не живут, у них достаточно комфортно, температура доходит до 26, и НРС и выше, а в соседнем подъезде, значит, вот 17-15 иногда, да, вот вы говорите, даже 10, да, бывает. То есть вот такая ситуация, это уже внутри надо перераспределить, распределить равномерно тепло, работа управляющей компании. Ну вот как раз у нас сюжет, и там проблема в том, что жильцы не могут договориться с управляющей компанией. То есть управляющая компания говорит, что мы работаем, у нас все отлично, жильцы говорят, мы тоже, мы платим, а у нас нет тепла. Что делать в такой ситуации? Ну, как правило, всегда прав потребитель, жильцы, управляющая компания должна принять все меры. Для этого необходимо, как минимум, проверить работу самой котельной, если же, значит, проверить работу гидравлической системы, температурного режима. Если этот температурный режим недостаточен, необходимо принять решение о повышении этого температурного режима. Ну и второе, что необходимо сделать, их несколько таких мероприятий. Второе, это, во-первых, то, что я говорил, равномерно посмотреть, как распределен по тепловым узлам в квартире, если это двухподъездный дом, значит, посмотреть, как тепло распределяется в одном подъезде, в другом. Если есть разница, значит, необходимо перераспределить. И третье, конечно, у нас не все дома, к сожалению, утеплены хорошо, и жителям тоже надо самим, значит, где-то, ну, бывали случаи, достаточно часто, когда ты подходишь, проверяешь, да, температурный режим квартиры, и смотришь, что из окна просто сдувает. Ну, конечно, здесь не будет никакого температурного режима, тоже и каждому жителю нужно побеспокоиться. Почему об этом говорю? Потому что некоторые с удивлением воспринимают, да, мы этого не делали. И, ну, раз, может быть, даже, как говорится, необходимо просто-напросто предусмотреть и заменить на новые, значит, окна, стеклоблоки там, ну, у кого есть такая возможность, а у кого нет, ну, значит, надо утепляться. А кто должен контролировать вот это общение жильцов и управляющих компаний, если они все-таки не находят общий язык, и каждый стоит, у каждого своя правда? Кто должен разбить этот... Ну, если касаемо города Улан-Удэ, да, то это, конечно, тот комитет, который я возглавляю, это комитет городского хозяйства, мы всегда... То есть обращаться к вам? Да, мы всегда вмешиваемся в эти ситуации, эти обращения поступают, и мы находим решение вопросов данных. Ну, вот в военных городках у них своя там епархия, там сейчас вот новая фирма зашла, Мегалайн называется. Они нас приглашали к федеральному инспектору, недавно мы с ними обговаривали и договорились о том, что они своевременно будут, во-первых, нам давать информацию, во-вторых, не только на состоянии, значит, о состоянии на самих котельных, но и на жилом фонде. И это очень важно, почему? Потому что все те жители, которые проживают в черте города Улан-Удэ, это также и наши жители, и мы должны своевременно где-то, может, подсказать, где-то, может быть, каким-то образом обговорить ситуацию, может быть, даже помочь. — А что это за оператор Мегалайн? Связано ли вот это похолодание резкое вот в Звездном с тем, что… — Я думаю, что это, прежде всего, связано с погодными условиями, прежде всего. А всегда, когда новый оператор заходит, у него недостаточной информации, и там, конечно, нужно провести определенную работу. — Я, конечно, немного удивлен, что вот в разгар сезона вот эти все перемены, ну, уж так раз случилось, значит, нужно, мы им тоже об этом говорили, нужно оперативно вмешиваться и разбираться в ситуации, происходящие в военных городках, и жители, конечно, не должны в таких условиях, значит, оставаться. Поэтому нужно оперативно принимать меры, те, которые я сказал. — Вы говорили про нормативную температуру, да, в комнатах и в квартирах свыше 18 градусов. А кто тоже контролирует, регулирует эту температуру? — Ну, есть, значит, у нас жилищная инспекция, есть у нас, подчиняется нам комитету городского хозяйства муниципальная жилищная инспекция, но есть еще государственная жилищная инспекция. Вот как раз, если мы говорим по военным городкам, то как раз государственная жилищная инспекция там может провести проверку, и вот жителям нужно обращаться именно туда, в военную городку, да, они имеют право, мы со своей жилищной инспекцией там не можем. Вообще нам пока затруднительно там попасть, мы сейчас контакт налажим по поводу, чтобы там все-таки каким-то образом появляться и какой-то контролировать. — Ну вот отопительный сезон уже начался, но вот на рабочем совещании к мэрии, которое прошло на прошлой, да, по-моему, неделе, вы говорили об авариях, об авариях. Почему вообще они случаются и как часто случается с начала отопительного сезона? — Ну, к сожалению, у нас изношенность систем коммунальных достаточно высокая, несмотря на то, что мы, конечно, как город УАНД, муниципальное образование принимаем, меры по восстановлению, выделяются средства. — Сколько было выделено на подготовку? — На подготовку было выделено 415 миллионов. Ну, достаточно приличные деньги. Они, конечно, свое дело сделали, но все равно мы недостаточно выделяем. Конечно, необходимо намного больше разов в два, наверное. Ну, это те разовые мероприятия, да, потом, может быть, действительно их будет и хватать 400 миллионов, чтобы поддерживать, допустим, в таком же состоянии. Но сегодня, да, это уже очевидно, что на систему холодного водоснабжения, на водоотведение необходимо пересматривать вообще те суммы, которые у нас сегодня выделяются. Практически, конечно, капремонт, деньги очень маленькие. По системе теплоснабжения сегодня выделяется порядка 100 миллионов на ремонт, значит, ковидереконструкцию системы, да. Это, с нашей точки зрения, тоже недостаточные деньги, но это уже совершенно другие деньги. Хотя вот у нас, допустим, если сравнивать протяженность тепловых сетей, то это порядка 400, там 20-25 километров, а холодного водоснабжения это уже 540. То есть разница очевидна, да. И в моем понимании, примерно такие же деньги хотя бы должны вкладываться порядка 100 миллионов, чтобы нам действительно и безопасность, и, значит, комфортные условия обеспечить. То есть необходимо обновить эти сети, раз они изношены? Ну, естественно, да, их нужно обновлять, нужно больше денег вкладывать в капитальные ремонты, реконструкции, делать замены, развитие сетей. И это тоже немаловажно, но это уже другая немножко тема. И вы также говорили, что в связи с похолоданием до 96 градусов вы повысили? Да, сегодня заданная температура соответствует 96 градусов. Это соответствует температурам и графику. Даже немножко мы его превысили, да, специально для добоевых целей. Был, по-моему, 80, да? Первоначально было 80, да, до резкого понижения действительно холода не то, что внезапно пришли, но они были резкие. Буквально там, когда доходила температура 18-15 градусов до 30, вот сегодня 33, где-то даже 34 градуса. То есть, ну, приличная, где уже наши критические температуры, так скажем, и поэтому сегодня и дома не все готовы в плане там изоляции, теплового контура, как мы говорим, к сожалению. Несмотря вот на то, что даже многие говорят, что батареи-то достаточно теплые, горячие даже, можно сказать, что невозможно прикоснуться, а дома все равно прохладные. Тут уже говорит о контуре теплоизоляционном доме. Ну, то есть, и жильцы должны, это уже на их ответственности, они уже должны изнутри сами утеплять. Ну, да, это уже собственники, да, ну, и там, может быть, сам фасад даже утепляет. Ну, это в различных случаях по-разному. И опять же, а это кто выявляет фасад или это должны вызвать? Ну, обследование, конечно, те же собственники жилья должны делать. Обследование сделать, посмотреть, есть различные методы, значит, посмотреть теплоотдачу. Ну, скажите, вот все равно поступают, да, жалобы и с начала года, и вообще и раньше поступали, сейчас продолжают поступать жалобы жильцов на вот управляющие компании, вот опять же с этим поселком Звездный. Почему так происходит? Они ведь прошли лицензирование, то есть прошли самые лучшие, да, вот эти управляющие компании, но все же происходят такие, как не знаю, конфликты между ними. Прошли те, кто предоставил необходимые документы, а вот по поводу лучше и не лучше, ну, еще раз повторюсь, критерии были выданы, да, необходимые для выдачи лицензии. Они прошли сегодня на рынке, многие новые компании зашли, поэтому тут еще вопросов много, и это начало, так скажем, пути. Законы меняются федеральные, да, и поэтому там уже ответственность повышается управляющих компаний за предоставление услуг. Вот тот же ВДН мы говорим сегодня, управляющая компания должна заключить договор с ресурсоснабжающей организацией. Раньше каждый житель шел, разбирался с ресурсоснабжающей организацией, читая энергосбыт это, или это ТГК-14, неважно, то сейчас такие, как бы, полномочия передаются в управляющие компании. Ну, то есть не каждый житель там сам, а у управляющих компаний предусматривается, конечно, юристы, штат целый. Вот не то, что к сожалению, да, это же все, как бы, на это все необходимо время. Я думаю, что сейчас мы об этом, ну, часто говорим, и с управляющими компаниями постепенно формируется эта вся ситуация. И вот буквально недавно мы смотрели, как решается проблема на двухэтажных домах, как мы выделили такое небольшое количество домов, и в размере их 1267 – это одна, и трехэтажный, где УДН очень высокий. До среднего, до 700 с лишним рублей каждая, да, 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 это вот вчера было. И как раз мы видели, был показан за главой республики, с мэром города Ланде, где вот обыкновенно простое решение проблемы. Там выносятся эти УДН, и, соответственно, есть совет дома. Вот очень важное ключевое понятие – это создать совет дома, чтобы он, конечно, не просто был создан, а он работал. Собственники решили проблему, ну, вот я просто как проблему, да, мы говорим про похолодание, утепление. Решили проблему, значит, в каком плане? Приобрели эти счетчики, заплатили 600 рублей за счетчик, да, мы говорим сегодня, что средняя оплата каждый месяц 600 рублей. Они вот счетчик поставили, да, вынесли в общий, так скажем, щит. И теперь уже у соседа, грубо говоря, основания нет просто потреблять электроэнергию, да, и, значит, по нормативу оплачивать и оставшуюся, да, можно сказать, разделить между всеми остальными. Вы понимаете, какая ситуация? Почему многие спрашивают, и многие не понимают до сих пор, почему такой УДН высокий? Вроде бы ситуация одна и та же. А вот из-за этого, да, когда ты не имеешь счетчика, да, потребляешь электроэнергию безудержно, да, не экономя, несмотря ни на что, а расплачивается за это весь дом. Ну, там еще есть небольшие ситуации, когда в домах там кто-то еще, допустим, какой-то магазин подключается и тоже ничего не оплачивает. Ну, вот просто решение, пример, да, как совет дома, да, может решить проблему, да. Все, у них порядка 10 рублей, 10-15 рублей, но это же очень замечательно, там энергосберегающие светильники поставлены. Значительная разница. Да, это как пример, это не говорит о том, что вот только по энергосбережению, да. Сегодня скоро у нас пойдут и общедомовые, значит, проблемы по поводу тепла, да, тоже надо смотреть. Везде нужно создать совет дома. У нас задача поставлена и мэром города, и главой республики создание Совета домов. Мы сейчас, конечно, над этим работаем плотно, с управляющими компаниями и сами, с районной эксплуатацией. Ну, Таиса, так подытожить, вы говорите, что у нас самый проблемный район в городе, это Октябрьский, да, вот именно по... Ну, это просто было, да, вот именно, недавно, да, просто именно Октябрьский сейчас. А как обстоят дела в других районах, в Советских Жизодорожных? Сегодня уже ситуация и по Октябрьскому, и по Жизодорожному, и по Советскому успокоилась. Есть еще, конечно, отдельные замечания отрабатываются, но это уже больше сейчас, наверное, в большей степени работа управляющей компанией. То есть, вот еще раз, то, с чего мы начали с вами, это надо по каждому дому смотреть. Потому что, ну, температура теплоносителя, она действительно, сегодня, относительно температуры на улице, она соответствует графику. И вообще, в итоге, получается, контролирующий орган Ростехнадзор, да, приходит с проверкой, и вот он, как, не знаю, заявляет, готов ли город к отопительному сезону. Ну, да, да. Прошли ли проверку? Какой вербит? Ростехнадзор, ну, да, город ВНД получил, значит, паспорт готовности, значит, ну, в этом участвовали все наши ресурсоснабжающие организации, все управляющие компании, поэтому, ну, и вот те деньги, которые я говорил, да, они были вложены, так скажем, не зря, и надеюсь, что мы пройдем этот отопительный сезон. И, кстати, сегодня все средства уже освоены, вот эти выделения 415? Нет, еще не все, там есть локальные моменты, у нас ТГК-14, но у них график был до конца, до середины декабря, по-моему, если память не изменяет, но у них это резервное оборудование, котельные ремонтируют, просто там небольшая задержка у них по конкурсам была. Сетевики, тепловые сети, соответственно, там все 100%, давно уже это к началу отопительного сезона было закончено, и, значит, энергетики у нас тоже, это электроэнергетики закончили свои ремонтные компании, вот у нас получается только ТГК заканчивает сейчас. Ну, это не мешает отопительному сезону, по крайней мере. Спасибо большое, Константин. И я напоминаю, у нас в гостях был председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Константин Машковский. И это актуальная тема.